Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Печи. Сегодня у нас 3 июня на календаре, и мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. Украина готова к контрнаступлению, несмотря на то, что мы не получили от партнеров всю необходимую помощь, на которую рассчитывали. Такое заявление сделал президент Зеленский. Он отметил, что Путин сейчас ведет себя как загнанная в угол крыса, а потому и придумывает все новые и новые угрозы. И, к сожалению, по словам президента, не все в НАТО готовы видеть нас в альянсе, потому что до сих пор боятся Россию. В то же время в США добавляют, что удовлетворены объемом вооружения ВСУ перед наступлением и обещают помочь Украине создать армию будущего для дальнейшего сдерживания российской агрессии. А вместе с тем ряд экспертов уверены, что ВСУ намеренно скрывают истинные намерения относительно наступления, чтобы получить лучшие позиции на поле боя, ну и заставить россиян стать в глухую оборону. Доказательством тому является тот факт, что боевые действия не останавливаются практически по всей линии фронта, а среди оккупантов уже начались такие внутренние между собойчики. В частности, боевики Вагнера в очередной раз набросились на так называемые Минобороны Эрефии, уверяя, что якобы последние сознательно взяли и заминировали пути отступления боевиков Вагнера из Бахмута. Одновременно, по данным Института изучения войны, сразу несколько российских формирований боевиков из вот этих частных военных компаний уже конкурируют за влияние, даже несмотря на то, что никаких реальных достижений на поле боя никто из них не имеет. Ну и речь идет о вагнеровцах, кадыровцах и так далее и тому подобное. В то же время, неспокойно почему-то в Белгородской области местные сообщают о постоянных обстрелах, в частности Шебекина, ну а российские добровольцы уверяют о постоянных ударах российского режима по жилым домам Шебекинского округа. Таким образом, путинская армия пытается как-то достать российских добровольцев, но по сути уничтожает просто свои же города. Вот давайте подробнее по всем этом мы с вами сегодня и поговорим. Итак, это была преамбула, дальше по полочкам. Украина готова к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов. Вот об этом в интервью Wall Street Journal заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уверяет, что есть твердая вера в то, что ВСУ удастся совершить успешное наступление. Однако президент Зеленский все-таки признает, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялось, но ждать больше времени нет. Вероятно, Зеленский намекает на истребители, потому что дальше он подчеркивает, что в России до сих пор есть преимущество в воздухе и, к сожалению, отсутствие защиты от авиации врага, означает, что силам обороны Украины будет намного сложнее освобождать наши территории. Однако президент Зеленский традиционно не называет вообще никаких сроков наступления, только добавляет, что он не знает, как долго будет продолжаться наступление ВСУ, ну и какой из сценариев в конце концов будет реализован. Ну и здесь нужно добавить, что украинское политическое и военное руководство неоднократно заявляло, что силы обороны готовятся к наступлению, чтобы освободить все наши земли от захватчиков. И еще с зимы ряд экспертов и западные СМИ сообщали, что наступление ВСУ может начаться весной, а украинские власти говорили о том, что активные бои могут начаться все-таки летом. Но вот никаких деталей относительно сроков и места, конечно же, никто не сообщал. И вот на этот счет в генштабе Эстонии, а сегодня отметили, что командование силы обороны Украины сознательно и намеренно скрывает дату начала своего наступления, тем самым заставляя оккупантов очень сильно нервничать. И вот эстонские военные отмечают, что целый ряд источников, как украинских, так и западных, и даже российских, постоянно делают фальстарты в вопросе сроков возможных активных наступательных действий вооруженных сил Украины. А в то же время на фронте вообще-то не наблюдается никакого затишья, потому что боевые действия ведутся практически по всей линии фронта. А силы обороны Украины прямо сейчас продолжают создавать почву для наступления, то есть занимают лучшие позиции, как это, например, вокруг Бахмута на флангах, постоянно бьют по логистике оккупационных войск, уничтожают вражескую технику, которая могла бы помешать нашему наступлению, ну, в частности, это танки, артиллерия и средства противовоздушной обороны. То есть подготовка почвы для наступления, она продолжается полным ходом. И, знаете, это трудно не заметить, если внимательно следить за сводками Генштаба ВСУ. Количество ударов по тыловым районам оккупантов, по местам сосредоточения их запасов боеприпасов и по всей логистике в целом, которая обеспечивает оккупантов, в последний месяц количество таких ударов, оно кратно увеличилось. Поэтому, как говорят эксперты, ВСУ активно проводят формирующие операции будущего поля боя, но делают это так, чтобы враг не догадался, где и когда произойдет основной удар. А в то же время, факт того, что бои не останавливаются чуть ли не по всей линии фронта, подтверждают в Институте изучения войны. Там уверяют, что на Донецком направлении ВСУ продолжает продвижение на флангах от Бахмута с целью оперативного оцепления вражеских войск в городе. Ну и спикер восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый, сообщил, что российские войска, заменяющие ЧВК Вагнера в Бахмуте, не хотят участвовать в таких же изнурительных боях, как это делали вагнеровцы. И вот по этому поводу Министерство обороны Великобритании приводит очень важные, очень важные интересные цифры, такую математику относительно российских потерь и достижений вот на бахмутском направлении. В частности, за все время боев за Бахмут оккупантам удалось продвинуться не более чем на 29 километров. Это вот период с мая 22-го года, когда они начали пытаться как-то там штурмовать Бахмут, вот это бахмутское направление. За этот же период россияне потеряли убитыми и ранеными, ну по данным британской разведки, около 60 тысяч солдат и наемников. Слеровательно. Математика заключается в том, что на каждого убитого или раненого оккупанта приходится менее полуметра территории продвижения. Ну если там точным, 49 сантиметров. Вот такими методами воюет Россия. Это как бы пушечного мяса, там не жалко. Ну вы просто представьте, год пытаться захватить Бахмут и за все это время потерять столько людей, что на каждого вот этого оккупанта, убитого или раненого, приходится 49 сантиметров продвижения. В то же время в сегодняшней сводке британской разведки говорится, что российские десантники, которые вот сейчас там практически уже заменили наемников ЧВК Вагнера в Бахмуте, это вот те элитные так называемые войска России, они будут менее гибкими в реагировании на вызовы. То есть разведчики Великобритании подтверждают слова спикера восточной группировки войск ВСО о том, что заведенная в Бахмут российская так называемая элита не сможет оказывать большего сопротивления, чем это было до этого. А еще разведка указывает, переброшенные в Бахмут десантники, это и был российский резерв, приведут стату британской разведки. Российские воздушно-десантные войска играют все более важную роль в Бахмуте. Сейчас в этом секторе развернуты подразделения 76 и 106 дивизий и две отдельные бригады ВДВ. Однако состав российских десантников значительно ухудшился по сравнению со своим элитным статусом до вторжения. Однако российские командиры пытались сохранить некоторые из этих по-прежнему относительно боеспособных подразделений как свободный резерв. Поскольку они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы. То есть вы понимаете, что происходит? Резервы — это очень важный вообще момент, а россияне его уже используют в том числе для удержания позиций на бахмутском направлении. Соответственно, ну в случае какой-то ужасной для них ситуации на другой линии фронта резервов нет. Впрочем, знаете, любопытно, что даже выход наемников Вагнера из Бахмута уже ознаменовался очередным скандалом на России. В частности, между главарем боевиков Вагнера Пригожиным и так называемым министром обороны РФ и Сергеем Шойгу возник новый скандал. Пригожин обвиняет Минобороны в попытке подрыва отходивших из Бахмута боевиков Вагнера. Он уверяет, что на путях отхода боевиков из Бахмута ждали сюрпризы. Это сотни противотанковых мин и тонны пластида. Это цитата. Ну и по его словам, это сделали представители Минобороны и не предупредили об этом боевиков Вагнера. Мол, это была попытка публичного унижения боевиков. Но, знаете, это похоже только начало такой внутрироссийской борьбы между разными кланами. В частности, аналитики Института изучения войны обращают внимание на то, что все большее количество частных российских военных формирований пытаются бороться за влияние на оккупированных территориях, несмотря на то, что реальных достижений у них там нет. О чем речь? Дело в том, что генштаб ВСУ накануне сообщил, что украинские войска отразили 8 наземных атак россиян вблизи Марьинки за минувшие сутки. Известно, что главарь Кадыровцев ранее уверял, что его боевики прибыли именно на Марьинское направление. Ну и более того, Кадыров уже даже успел отчитаться, что буквально за пару дней его боевики якобы захватили 70% города. Ну, хотя позже даже сказочники из Минобороны Эрефии рассказывали о том, что штурм Марьинки продолжается. Так вот, аналитики уверены, что сейчас ЧВК Вагнера, Кадыровцы, вот там еще какие-то, ну, целый ряд вот этих частных или получастных формирований боевиков из России пытаются как бы перекричать друг друга в намерениях выставить именно себя какими-то там победителями, что вот благодаря им это все происходит. Причем уже целый ряд таких вот формирований боевиков пытаются полностью выбросить из информационного пространства вот этих вновь прибывших боевиков Кадырова, которые, по их словам, пытаются присвоить себе захват каких-то там территорий. Мол, вот они там месяцами штурмовали какие-то позиции, месяцами там гибли просто тысячами эти наемники, а тут вдруг приходят Кадыровцы и пытаются выставить, что вот, мол, только они смогли в итоге завоевать. Хотя, повторюсь, нет фактов того, что там эти Кадыровцы что-то взяли. Поэтому борьба пауков в банке, она продолжается. В то же время в Луганской области оккупанты пытались атаковать вблизи Новоселовского и Куземовки. В то же время спикер восточной группировки войск, Чиреватый, отметил, что оккупанты активизировали боевые действия на Купинском направлении. И с этим, вот именно на Купинском направлении, с этим наверняка связаны события, происходящиеся сейчас на Белгородщине. То есть тут россияне пытаются как-то оттянуть. Известно, что сегодня власти, пока что российской Белгородской области, запретили движение гражданских автомобилей по дорогам Шебекинского округа, где все чаще что-то там взрывается. Этот запрет будет действовать до конца июня. И, как вы понимаете, это связано с тем, что с 1 июня в районе пограничного пункта Шебекина, который находится в 7 километрах от границы с Украиной, проходят такие достаточно ожесточенные бои. Вот 1 июня в российском добровольческом корпусе заявили о начале второй фазы рейда в Белгородскую область который был начат первая фаза 22 мая. Тогда же стало известно, что 1 июня РДК обстреляли из градов здания МВД в Шебекино. И в момент этого обстрела в здании было полно силовиков, которых согнали в отдел полиции из-за объявления плана крепость. Вот, они все туда набились и РДК ударили по этому зданию. А в тот же день Легион Свобода России уничтожил грузовик с боекомплектами и миномет оккупантов. Кроме этого, местные жители заметили движение военной техники в сторону границы с Украиной. А позже в Легионе показали кадры, как российская армия просто без разбора лопашит из тяжелой артиллерии и даже авиации по жилым домам в Шебекинском округе. Ну и выставляет это все как якобы отражение атаки российских добровольцев. И вот сегодня в Легионе Свобода России заявили, что из-за угрозы для российского гражданского населения Украина якобы открыла для белгородцев гуманитарные коридоры. А в Легионе уверяют, что этот вопрос якобы согласован с украинским руководством и теперь вот эти шебекинцы, белгородцы, которые находятся под обстрелом российской же армии могут по этим коридорам якобы попасть вглубь Украины. Хотя знаете, сам факт эвакуации россиян вглубь Украины довольно противоречивый и дискуссионный. Тут как бы можно еще поспорить, нужно ли нам это. Но это такая все-таки гибридная операция и, конечно, тут еще свою роль играет информационная составляющая. И здесь вот западные СМИ откровенно уверяют, что это именно Украина открыла новый фронт в борьбе с россиянами уже на территории самой России. Хотя Украина не признает свою прямую причастность к событиям в Белгородской области. Почему? Потому что в рейдах не участвует ни один украинец. Ни одного. Но! Это вот интересная ситуация. Это Путин с чем боролся, на что и напоролся. Ну, у него реально сейчас, я думаю, должна быть большая депрессия, потому что сейчас то, что он там придумывал, ну придумывал, оно все работает против него. Почему? Например, сегодня издание CNN утверждает, что события в Белгородской области, это, цитирую, гибридная война в серой зоне, мол, все провокации Москвы еще в 2014 году вернулись теперь бумерангом по России, потому что стратегия на Белгородщине очень похожа на события 2014 года в Крыму и на Донбассе. Уверенные аналитики CNN. Я приведу цитату, что сегодня CNN пишет по поводу событий в Белгородской области. Прекрасная теория. Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году. Тогда в Крыму появились так называемые «зеленые человечки». Когда предположили, что эти люди на самом-то деле были российскими военными, Путин пошутил. Вы можете пойти в магазин и купить любую форму. Официальная линия Москвы заключалась в том, что люди, поднявшие российский флаг над Симферополем и штурмовавшие местный парламент Крыма, были отрядами самообороны пророссийских украинцев, желающих покорить свою территорию в Москве. Сейчас в небольших масштабах Украина адаптирует ту же тактику, чтобы попытаться обеспечить стратегический эффект на Белгородщине. Основная цель – дестабилизация. Итак, аналитики приходят к выводу, что тактические результаты вот этих рейдов в Белгородской области, да, могут быть ограниченными. Но желаемый эффект дестабилизации на России, он уже достигнут. Потому что даже российская пропаганда панически комментирует события в Шебекино, а российские чиновники в эфире у Соловьева уже призывают бомбить то самое Шебекино, ну, чтобы выбить оттуда диверсанта. Как бы, чтобы другие боялись, своих бей. А на что сами же белгородцы, ну, с удивлением смотрят и не понимают, что вообще происходит. А кроме того, вот эти российские добровольцы уже вербуют российское население на участие в таких рейдах. И по мнению аналитиков СНН, суть этих рейдов состоит в том, чтобы создать ощущение, что вот эти все события внутри России, они имеют именно российский привкус. Мол, внутри России есть силы, которые планируют свергнуть режим Путина. И все эти рассказы о том, что за этим всем стоит Киев, это все бред. Может быть, может быть, за этим стоит Киев, но ведь все эти рейды проводят этнические россияне. И тут как бы не прикопаешься, это все россияне делают. И по мнению аналитиков, это уже срабатывает. Конечно, пока там делать большие выводы рано, но момент дестабилизации уже запущен. Приведу еще одну цитату СНН. Что касается Украины, то чем больше россиян считают, что их соотечественники причастны к нападению на российский режим, тем лучше. Само сомнение дестабилизирует. И благодаря риторике на России это работает. Открывая заседание Совета Безопасности в пятницу, Путин сказал, что необходимо предотвратить дестабилизацию России недоброжелателями. По его словам, Совет Безопасности сосредоточится на обеспечении внутриполитической безопасности с учетом активизации усилий противника, цитата, нагнетать обстановку внутри Российской Федерации. Понимаете, да? А в то же время, пока на Белгородчине российский режим пытается избежать дестабилизации, ВСУ продолжают бить по вражеским тылам. Я еще раз подчеркиваю, здесь нужно обратить внимание на последние сводки Генштаба. Если вы внимательно вчитаетесь, вы увидите, что последний месяц количество уничтоженной вражеской техники в тылу, уничтоженных складов с боеприпасами, уничтоженной логистики, что очень важно, уничтоженных нефтеобъектов, в том числе на территории России и так далее, все это увеличилось. Вот, поэтому это как раз те самые формирующие операции для будущего поля боя во время нашего большого наступления. Поэтому Украина готовится к наступлению, которое, по словам президента, точно произойдет, несмотря на то, что, к сожалению, мы не получили от партнеров все, чего ожидали. Зеленский в интервью Wall Street Journal уверяет, что российский диктатор Путин сейчас ведет себя как загнанный зверь, который боится потерять жизнь. А именно поэтому глава Кремля прибегает к угрозам, но, говорит Зеленский, не нужно на них реагировать. Нужно вместе с партнерами все-таки идти к победе Украины. Потому что угроз этих была уже тьма. Ну, если на все реагировать, то, наверное, давно уже пора было сдаться. Вот, поэтому нужно понимать, что все-таки большинство из этого это все блеф. И вот Зеленский уверяет, что, к сожалению, но наши партнеры не всегда выполняют то, что обещают. И в итоге это может стать трагедией для Европы, а не только для Украины. Приведут стату Wall Street Journal, которые как раз общались с Зеленским. Зеленский перешел от благодарности западным партнерам за поставки оружия к словам разочарования из-за их нежелания предоставить Украине большее количество мощного оружия, чтобы отбиваться от россиян. Зеленский сказал, что он осознает, что западные лидеры иногда обижаются на его резкий тон, но он не может понять, почему, по его мнению, они сдерживают более продвинутое оружие, которое, как они знают, защитит жизнь и поможет Украине победить. Если Украина не сможет противостоять России, сказал Зеленский, то животное, тот зверь разовьет вкус и аппетит к завоеванию и пойдет дальше. Вместе с этим координатор Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби говорит, что администрация президента США считает, что вместе с союзниками и партнерами они обеспечили Украину военной помощью для достаточного проведения нашего наступления. Мол, вот этого будет достаточно. Но тут же Джон Кирби добавляет, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является, конечно же, актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерии, боеприпасами и проведении мучений. Вот в Вашингтоне говорят о том, что вот этого достаточно. Но дальше Джон Кирби говорит, что с течением наступления от союзников потребуются новые поставки боеприпасов для динамического боя в С. Вот приведут статус Джона Кирби. Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее наступления по состоянию на сегодня. Когда они начнут наступление, это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. И когда я говорю «мы», я имею в виду не только США, но и наших союзников. А впрочем, с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники. Боевые действия вещь динамичная. И все должны быть уверены, что мы также динамичны и готовы поддерживать их в дальнейшем. Итак, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев. А в то же время пока на Западе все еще дискуссионным остается вопрос вступления Украины в НАТО и предоставления Украине действенных гарантий безопасности. Но здесь есть интересный момент, который можно назвать нашей дипломатической победой. Дело в том, что госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что США помогут Украине построить армию будущего. А по его словам, предпосылкой для любых переговоров Киева и Москвы является именно сильная украинская армия, которая способна сдерживать и защищаться от любой вообще агрессии. Дальше он добавил, что инвестиции в силу Украины не вредят дипломатии, а наоборот прокладывают к ней путь. Поэтому Блинкин говорит, что нужно и дальше усиливать украинскую армию вплоть до момента, пока там в Кремле не поймут, что они не способны выиграть на поле боя. Но в чем позитив вот этой новости? Потому что если внимательно послушать заявление Антони Блинкина, то он говорит следующее, что Запад, ну то есть США и партнеры со своей стороны гарантируют поставки любых видов вооружения, ну не прям сегодня, а в целом на долгосрочную перспективу. это создание военно-воздушных сил, это создание военно-морских сил, сухопутных и так далее, и так далее. И они готовы поставлять вооружение и технику и в то же время создавать в Украине вот те условия, чтобы Украина сама могла обеспечивать себя боеприпасами и всем необходимым для обслуживания этой военной техники. То есть это делается для того, чтобы условно Украина была в состоянии если вдруг в будущем Россия опять решит полезть, не ждать момента, когда нам поставят достаточное количество боеприпасов и так далее. Нет, а чтобы у нас свои линии производства этого всего были, Запад со своей стороны готов поставить именно технику, технику, а с нашей стороны уже все, что для ее работы необходимо, чтобы мы сами это все делали. Вот это скорее всего посыл к НАТО по поводу тех гарантий безопасности, которые предлагают сейчас США предоставить Украине. Но здесь конечно же все равно Зеленский откровенно говорит, что на Западе есть те страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО. Почему? Потому что продолжают опасаться эскалации со стороны России. Но здесь уже подождем конечно саммит НАТО, посмотрим на его результаты, поэтому поставлю многоточие. Друзья, попрошу вас подпишитесь на мой личный YouTube канал, называется он Алексей Пичи. И буквально через несколько минут после этого выпуска выйдет следующий, в котором давайте с вами обсудим китайскую позицию, потому что сегодня спецпредставитель Китая Ли Хуэй наговорил очень много интересного, говорит, не нужно Украине поставлять оружие. С другой стороны министр обороны Китая Ли Шанфу встретился сегодня с министром обороны Украины Резниковым и намекнул на то, что готов развивать какие-то военные отношения с Украиной. Вот об этом всем мы поговорим уже в следующем выпуске, сейчас попрошу поставьте лайк этому выпуску и напишите в комментариях вот ваше мнение по поводу той темы, которую мы обсудили. На этом все, дякую всем, кто долучился и традиционно заклыкаю. Вірте в Украину, вірте в ЗСУ, допомагайте одному и нашим захисникам и тогда мы точно победимем. Слава Украине! Увидимся!